Коньяк столетней выдержки под видом герметика. История только начинает разворачиваться. Сотрудники ФСБ пришли с обыском в кабинет главного таможенника России Андрея Беленинова. Вопросы, которые задают следователи, связанные с уголовным делом о контрабанде алкоголя в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко и руководства фирмы «Контрэллогистик». Сегодня в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным перемещением через таможню алкогольной продукции, были проведены обыски в Федеральной таможенной службе России, в том числе и в кабинете ее руководителя Андрея Беленинова, его заместителей Давыдова и Струкова, а также по месту жительства руководителя Федеральной таможенной службы. Наряду с этим были проведены обыски и по месту жительства и работы президента страховой компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм и чья деятельность тесно связана с Федеральной таможенной службой России. Следователями изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования этого уголовного дела. Я хотел бы напомнить, что ранее обвинение по этому уголовному делу было предъявлено гендиректору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, его заместителю Борису Каревскому, а также зам гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Контрейл» «Логистик» Северо-Запад Анатолию Кензерскому и директору юго-восточной торговой компании Илье Пичко. В марте этого года пограничники обратили внимание на партию строительного герметика в грузовом порту Усть-Луга на Балтике. По документам все было в порядке, но выборочная проверка груза заставила удивиться. Коробки оказались наполнены элитным алкоголем. По версии следствия, продукцию приобретали в Европе, затем груз привозили в Германию, в порт Гамбурга и нелегально переправляли в Россию. Из порта Усть-Луга раритетные вины и коньяки попали уже в рестораны Москвы и Санкт-Петербурга. При досмотре обнаружили вино, граппу, виски многолетней выдержки. Стоимость одной бутылки доходила до 50 тысяч рублей. Были и по-настоящему эксклюзивные образцы, например, два контейнера с коньяком Курвазе 1912 года. Стоимость одной бутылки составляет около полумиллиона рублей. Схема, которой воспользовались контрабандисты, до удивления проста. Называется она «Подмена декларации». В Германии на корабль загружают контейнеры с элитным алкоголем. На этом этапе по документам, скорее всего, все чисто. Подмена декларации происходит в море. В порт Усть-Луга попадают уже контейнеры со строительным герметиком. Здесь важно, чтобы таможенная служба не захотела вскрыть груз и проверить его содержимое. Без связи с руководством таможенного терминала твердо рассчитывать на это вряд ли возможно. Но как раз в этом случае расчет контрабандистов не оправдался. Канал поставок уже был под контролем. Их взяли, что называется, с поличным. Следователи довольно быстро вышли на Дмитрия Михальченко с 1990-х. Он был известной фигурой в ресторанном бизнесе Санкт-Петербурга, но теперь у него другие масштабы. Бизнесмен занял 46-е место в прошлогоднем рейтинге миллиардеров с состоянием 18 миллиардов рублей. Вместе с ним по факту незаконного провоза через границу таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере задержаны замгенерального директора компании «Форум» Борис Каревский, замгенерального директора «Контрейл» логистик Северо-Запад Анатолий Кинзерский и директор юго-восточной торговой компании Илья Печко. Всем им предъявлено обвинение в контрабанде и грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей. Сам Михальченко обвинение не признал и считает ущерб смехотворным при миллиардных оборотах компании «Форум». На суде он заявил, что его арест выгоден конкурентам. Тем временем следствие продолжается. И вот теперь возникли вопросы к таможне. Сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах и дома у главы Федеральной таможенной службы Андрея Беленинова и руководителя группы компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который раньше был его советником. По версии следствия, таможенники знали о незаконных поставках алкоголя, но закрывали на это глаза. Свидетелями по делу проходят и несколько сотрудников ФСБ, которые по долгу службы должны были контролировать таможню. Официальных обвинений руководство российской таможни пока не предъявлено, но мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...